Опасное для горожан колесо обозрения не могут демонтировать в Рудном. Баснословно дорогой объект, 330 миллионов тенге, решено разобрать после серии скандалов весной прошлого года, когда кабинки самостоятельно крутились вокруг своей оси. Колесо не проработало и месяца, его закрыли, а потом и вовсе решили демонтировать. Однако сделать этого не могут до сих пор. Почему? Разбиралась наш корреспондент Айжан Утевова. Закрутилось, завертелось, докатилось до суда. Да, скандальное колесо обозрения в Рудном не работает больше года, но разбирательства по нему продолжаются по сей день в уголовном и экономическом судах. Демонтировать эту 40-метровую конструкцию должны были максимум 3 сентября, но ВОЗ и ныне там. Демонтировать аттракцион за 330 миллионов тенге должны были рудненский отдел строительства и подрядчик, возводивший объект – компания «Алатау Горстрой». Но принудить фирму сделать это оказалось совсем непросто. Мы принимали меры уведомительного порядка. Неоднократно выезжали по юридическому адресу ТО «Алатау Горстрой» с уведомлением о том, что необходимо предоставить календарный график демонтажа колеса обозрения, а также разработки проекта по демонтажу колеса обозрения. «Алатау Горстрой» просто отказывается демонтировать данное колесо обозрения. Фирма на грани банкротства, ее учредитель в международном розыске, а юрист вместе с бывшим руководителем отдела строительства на скамье подсудимых за хищение бюджетных средств. Оказалось, что колесо, презентованное как российское, на самом деле является китайским и стоит в два раза дешевле потраченных 330 миллионов тенге. Рудничане возмутились такой дорогой и бессмысленной стройкой. «Я вообще считаю, что зря его построили с такими нарушениями, что лучше бы что-нибудь другое построили». «Ну не приняли заражание его, не приняли. Не по душе похоже». «Бессмысленно, слишком дорого, да еще и не работает. Зачем такое аттракцион?» Когда будут заложены средства в бюджет, разыграны конкурсы и определен подрядчик, который разберет опасный аттракцион. Проекты работы по демонтажу влетят в копеечку местным властям. Они намерены взыскать эти деньги с недобросовестного подрядчика. Удастся ли это? Большой вопрос. По решению суда Алатау Горстрой уже задолжала в бюджет 330 миллионов тенге, затраченных на чертово колесо, и 33 миллиона тенге неустойки. Задолжала, но не заплатила ни копейки. Айжан Утеевы, Кайрат Елеусизов, телеканал «Атамикен Бизнес».